тема чодран работой с тем что есть руководство по сострадательной жизни предисловие эта книга о пробуждении сердца если вы когда-нибудь задумывались о том как пробудить в себе истинное сердце сострадания эта книга послужит вам руководством в наше время когда так много людей ищут помощи в работе собственными душевными ранами и в то же время хотят помочь облегчить страдания которые видят вокруг представленные здесь древние учения являются особенно вдохновляющими и актуальными когда мы обнаруживаем что закрываемся для самих себя для других они дарят указание о том как мы можем открыться когда мы не решаемся проявить щедрость они дарят указание о том как мы можем отдавать мы можем увидеть и почувствовать то что отвергаем и не хотим видеть в самих себе и других с честностью и состраданием это учение о том как быть рядом с другими не закрываясь от них я впервые встретилась с этими учениями в тексте великий путь пробуждения написанным учителем девятнадцатого века джамганом контрулом великим они носят название лонжонг и включает очень полезную практику медитации тонклин а также практику работы с семью пунктами тренировки ума относящемуся к древнему тибетскому тексту коренные строфы о семи пунктах тренировки ума чековой еши дорджи слово лонжонг на тибетском означает тренировка ума учение лоджонг организованы в семь пунктов содержащие 59 сущностных афоризмов напоминающих нам о том как пробудить свое сердце работа с этими афоризмами составляет суть этой книги эти учения относятся к буддийской школе махаяна делающий акцент на сострадательном общении и сострадательных отношениях с другими в них также подчеркивается что мы не являемся такими плотными устойчивыми как нам кажется по сути существует огромное пространство в котором мы проживаем свою повседневную жизнь эти учения помогают нам понять что ощущение отдельного изолированного я а также отдельного изолированного другого болезненная ошибка которую мы можем увидеть и отпустить тонклин означает принимать и посылать это практика медитации предназначена для того чтобы помочь обычным людям вроде нас вами установить связь с открытостью и мягкостью наших сердец вместо того чтобы надевать доспехи и защищать свои уязвимые места мы можем используя практику тонклин позволить себе почувствовать что значит быть человеком благодаря этому мы можем расширить свою сферу сострадания надеюсь что эта книга также вдохновит вас на это впервые прочтя учение лонжонг я была поражена их необычным посланием о том что мы можем использовать сложности и проблемы для пробуждения своего сердца вместо того чтобы воспринимать неприятные аспекты жизни как препятствия джамган кунг тролл представил их как сырье для пробуждения истинного не искусственного сострадания мы можем работать с тем что у нас есть хотя в комментарии кунг тролла основной акцент делается на принятии страданий других существ очевидно что наше время также необходимо уделить особое внимание первому шагу развитию сострадания к нашим собственным ранам эта книга раз подчеркивает что именно безусловное сострадание к себе естественным образом ведет к безусловному состраданию к другим если мы готовы полностью занять свое место и никогда не предавать себя мы сможем поставить себя на место других и никогда не предавать их истинное сострадание возникает не желание помочь тем кому повезло меньше чем нам а из-за сознания нашего родства со всеми существами позже я услышал эти наставления представленные в более современном виде от моего собственного учителя чёг яма тронгпы рин почи сейчас они опубликованы в книге тренировка ума и развития любящей доброты тронгпы рин почи подчеркивала что впервые получив эти учения в довольно юном возрасте испытал большое облегчение поскольку буддизм оказался таким практичным и полезным в повседневной жизни его вдохновило открытие того что мы можем привнести на путь все с чем сталкиваемся и использовать это для пробуждения своих интеллекта сострадания и способности смотреть на вещи свежим взглядом зимой 1992 и 1993 годов явила одномесячные ретриты периода интенсивной практики называемые датхунами полностью посвященные практике учений лоджонг и медитации тонглин самым главным было то что участники этих ретритов хотели на постоянной основе применять эти наставления на практике когда возникали неизбежные разочарования и сложности повседневной жизни мы видели в датху не возможность по-настоящему проникнуться наставлениями и применять их во всех ситуациях особенно когда мы предпочитаем обвинять и критиковать других или игнорировать происходящее мы видели в них шанс использовать учения чтобы непосредственно с открытыми сердцем и умом иметь дело с агрессией страстным желанием и отрицанием которые мы обнаруживаем в себе и других учение лоджонг дает возможность полностью поменять свое отношение даже тем кто не знаком с медитацией мы можем сострадательно обойтись тем что предпочитаем отталкивать а также отдавать и делиться тем что нам дороже всего для тех кто чувствует готовность практиковать сидячую медитацию и тонглин а также работать с афоризмами лоджонг продолжительное время это может стать началом изучения подлинного смысла любви это способ предоставить другим такое обширное пространство в котором люди смогут расслабиться и открыться это путь жизни с безусловным состраданием он предназначен специально для людей обнаруживших что живут в темные времена да будет благо нет выхода нет проблема у нас уже есть все что нам нужно нам не нужно самосовершенствоваться у нас есть все эти обременительные истории которые мы сами на себя вешаем под спутный страх быть плохими и надежда быть хорошими идентичности которые мы так любим и за которые так цепляемся ярость ревность и всевозможные зависимости но они никогда не касаются нашего изначального богатства они подобны облакам на время закрывающим солнце однако наше теплое сияние есть всегда это то кто мы есть от пробуждения нас отделяет лишь мгновение ока такой взгляд на самих себя значительно отличается от нашего привычного самовосприятия с этой точки зрения нам не нужно меняться вы можете чувствовать себя настолько несчастными насколько вам хочется и по-прежнему оставаться хорошим кандидатом на просветление вы можете чувствовать себя последним неудачником в мире но это чувство ваше богатство они то чего нужно избавиться или что нужно улучшить богатство заключено даже во всех тех зловонных вещах которые мы так ненавидим и которых так редко желаем приятные вещи то что нам так нравится самих себе те места в которых мы ощущаем гордость и вдохновение это тоже наше богатство практики представленные в этой книге позволяет вам работать с тем что есть если вы ощущаете гнев депрессию или чувствуете себя нищими описанные здесь практики предназначены специально для вас поскольку они поощряют вас использовать все неприятные для вас вещи присутствующие в жизни как средства для пробуждения сострадания к самим себе и другим эти практики показывает нам как принимать себя как иметь дело со страданием напрямую как перестать убегать от болезненных аспектов наших жизней они показывают нам как с открытым сердцем работать жизнью такой какая она есть когда мы слышим о сострадании на ум естественным образом приходит работа с другими забота о других причина по которой мы часто не можем быть рядом с другими когда наш ребенок наша мать или кто-то еще оскорбляет нас в том что мы не можем быть рядом с самими собой в нас самих есть части настолько неприятные что когда они начинают проявляться мы убегаем поскольку мы убегаем мы вновь и вновь и упускаем возможность быть прямо здесь прямо в этой точке мы вновь и вновь упускаем мгновение в котором находимся однако если мы можем пережить мгновение в котором находимся то обнаруживаем что она уникально драгоценно и неповторимо свежо она не повторяется дважды мы можем ценить и прославлять каждое мгновение ведь нет ничего более священна нет ничего более обширного и абсолютно вообще-то кроме него ничего и нет лишь в той степени в которой мы узнали свою личную боль и соприкоснулись с ней мы сможем быть бесстрашными и отважными воинами готовыми чувствовать боль других лишь в такой степени мы сможем принять боль других потому что мы обнаружим что их боли не отличается от нашей поли однако для этого нам потребуется вся помощь которую мы можем получить я надеюсь что эта книга предоставит вам такую помощь вы получите инструменты форме трех очень полезных практик базовая сидячая медитация медитация шамадхи випашьяны практика принятия посылания тонклен практика работы с афоризмами 7 пунктов тренировки ума или лоджонг все эти практики пробуждает нашу веру в то что необходимые нам мудрость и сострадание уже есть внутри нас они помогают нам узнать самих себя свои шероховатости и кладки места свои страсть агрессия неведение и мудрость причина по которой люди причиняют друг другу боль по которой загрязнена наша планета а людей животное находится в бедственном положении заключается в том что мы недостаточно знаем себя и не доверяем себе техника сидячей медитации под названием шамадхов и пашьяна умиротворение прозрение подобно золотому ключу помогающему нам открыть себя медитация шамадхи випашьяны для выполнения медитации шамадхи випашьяны мы садимся с прямой спиной с крещенными ногами глаза открыты ладони покоится на бедрах затем мы просто осознаем свое дыхание когда происходит выдох для того чтобы непосредственно быть дыханием требуется точность с другой стороны это совершенно расслабленное и мягкое состояние сказать непосредственно будет дыханием когда происходит выдох тоже что сказать полностью присутствую в настоящем непосредственно будьте со всем что происходит осознавая дыхание когда происходит выдох мы также можем осознавать другие вещи звуки на улице свет на стенах эти вещи слегка захватывает наше внимание но им не обязательно отвлекать нас мы можем продолжать сидеть осознавая дыхание на выдохе однако быть дыханием это лишь часть техники другая часть это мысли которые постоянно проносятся в нашем уме мы сидим и разговариваем с самими собой здесь мы используем следующее наставление когда мы осознаем что думаем мы отмечаем это как мысли когда наш ум начинает блуждать мой произносим про себя мысли какими бы ни были ваши мысли неистовыми страстными полными неведения и отрицания тревожными пугающими духовными приятными утешающими возвышающими или связанными с тем как хорошо вас все получается какими бы они ни были просто без осуждения и строгости отмечайте их как мысли дело это с честностью и мягкостью мы прикасаемся к дыханию легко на дыхание направлено лишь 25 процентов осознавания вы не цепляетесь за него и не фиксируетесь на нем вы открываетесь позволяете дыханию смешаться с пространством комнаты просто раствориться в пространстве затем возникает нечто вроде паузы промежутка между этим и следующим выдохом когда вы выдыхаете может возникнуть ощущение открытости и ожидания мы словно нажимаем на звонок и ждем когда кто-то откроет 2 затем мы снова нажимаем на звонок и снова ждем затем вероятно наш ум начинает блуждать и мы осознаем что снова думаем в этом месте мы используем технику отмечания важно оставаться верными тех если вы обнаружите что в вашем отмечании звучат строгие негативные ноты словно вы говорите вот черт и упрекаете себя повторите слова отмечания и расслабьтесь мы не пытаемся сбить все мысли словно летающие цели просто будьте мягкими используйте технику отмечания как возможность развить мягкость и сострадание к самим себе все что возникает в сфере медитации допустимо смысл в том чтобы честно увидеть это и подружиться с этим хотя это неудобно и болезненно перестать скрываться от себя целительная практика вы исцеляетесь когда узнаете все свои увертки все способы бежать отдаляться отрицать закрываться критиковать людей и остальные странные уловки которые вы используете вы можете знать все это сохраняя чувство юмора и доброты зная себя вы познаете людей вообще все мы сталкиваемся с этими вещами это наша общая борьба так что когда вы осознаете что говорите сами собой отметьте это как мысли и обратите внимание на тон своего голоса пусть он будет сострадательным мягким и веселым так вы сможете изменить состарелые паттерны разделяемые всем человечеством сострадание к другим начинается с доброты к себе практика лоджонг сердце этой книги практика и учения лоджонг практика лоджонг или тренировка ума состоит из двух элементов практики медитации тонглен и учение основанного на афоризмах фундаментальная предпосылка лоджонг мы можем подружиться с тем что отвергаем что кажется нам плохим у нас самих и других людях в то же время мы можем научиться щедро делиться тем что ценим что кажется нам хорошим если мы начинаем так жить нечто давным-давно сокрытое начинает расти и созревать в нас традиционно это нечто называют бодхичиттой или пробужденным сердцем это то что у нас уже есть но чего мы как правило пока не открыли это можно сравнить с тем как если бы мы были бедными бездомными голодными и замерзали но сами того не зная спали на земле в которой зарыт горшок золотом это золото подобно бодхичите наши заблуждение и страдания возникают из-за незнания того факта что золото у нас под носом а мы всегда ищем его где-то еще когда мы говорим о радости просветление пробуждение или пробужденной бодхичите все это означает что мы знаем золото прямо здесь и было здесь всегда основное послание учение лоджонг в том что испытывая боль вы можете научиться оставаться на своем месте и приближаться к этой боли вы переворачиваете обычный паттерн разделение бегства с ног на голову вы идете против течения и остаетесь на своем месте лоджонг предлагает другое отношение к тому что нам неприятно испытывая боль вы не только готовы ее вытерпеть но и позволяете ей пробудить ваше сердце и смягчить вас вы учитесь принимать ее если переживание приятное или доставляет наслаждение обычно нам хочется ухватиться за него и сделать так чтобы она длилась дольше мы боимся что она закончится мы не склонны делиться им учение лоджонг поощряет нас к тому чтобы наслаждаясь своим переживанием мы думали о других людях и желали им подобных переживаний делитесь своим богатством щедро дарите радость давайте то чего хотите больше всего щедро делитесь своими прозрениями и радостью вместо того чтобы бояться что они ускользнут от вас и держаться за них делитесь ими какими бы ни были наши переживания болезненными или приятными благодаря практике лоджонг мы обретаем способность позволять им оставаться такими какие они есть не пытаясь манипулировать ими оттолкнуть их или уцепиться за них как приятные так и болезненные аспекты человеческого существования становится ключом к пробуждению бодхичитты говорят что принцип лежащий в основе практики тон грен и афоризмов таков обретение победа другим потери поражения мне тибетское слово обозначающие кордыни или высокомерия на как я буквально переводится как я победитель я прежде всего века это отношение я победитель является причиной всех страданий по сути это короткое изречение намекает на то что такие слова как победа и поражение непосредственно переплетены с тем как мы защищаем себя как мы закрываем свои сердца наше ощущение победы означает что мы в достаточной степени защитили свое сердце что до него ничего не дотянулась не задело и поэтому мы думаем что выиграли войну доспехи под которыми мы скрываем свое уязвимое место свое раненое сердце теперь становится еще толще а наш мир еще меньше возможно целую неделю через них не пробивается ничего пугающего однако наша храбрость слабеет а наши чувства заботы о других совершенно размывается так выиграли ли мы войну на самом деле с другой стороны наше ощущение поражение означает что-то пробило нашу броню что-то коснулось нашего уязвимого места что-то дотронулась до той уязвимости которую мы оберегали так долго возможно это была лишь бабочка но прежде ничего так не касалось нас это было такое чувствительное прикосновение поскольку прежде мы не чувствовали ничего подобного теперь мы отправляемся в магазин за замками доспехами и оружием чтобы никогда больше не чувствовать этого мы используем все что можем надеваем поверх друг друга 7 пар сапог чтобы не чувствовать земли 12 масок чтобы никто не увидел нашего настоящего лица 19 словил доспехов чтобы ничего не коснулось нашей кожи не говоря уж о нашем сердце слова поражение победа непосредственно связаны с тюрьмой в которой мы заточены настоящее заблуждение результат незнание того что мы обладаем безграничным богатством и она углубляется каждый раз когда мы покупаемся на логику победа и поражения если ты коснулся меня это поражение а если я смогу защитить себя и не дам себя коснуться это победа если мы осознаем свое богатство это положит конец нашему замешательству и заблуждения однако единственный способ сделать это допустить фиаско это то чего мы больше всего боимся окончательное поражение и все же терпя фиаско мы на самом деле впускаем свежий воздух в старый в покрывшейся плесенью подвал своего сердца сказать потери и поражение мне не значит стать мазохистом оторвите мне голову истязайте меня ах боже пусть я никогда не буду счастлив на самом деле это значит что вы можете открыть свое сердце и свой ум и узнать ощущение поражения вы недостаточно высокие у вас несварение по слишком толстые и слишком глупы вы говорите себе меня никто не любит я всегда не при делах у меня не хватает зубов мои волосы сидеть моя кожа покрыта пятнами а износа течет все это попадает в категорию поражения поражение яга мы ни за что не хотим быть теми кто мы есть однако мы никогда не сможем установить связь со своим фундаментальным богатством если будем покупаться на рекламное заверение в том будто мы должны быть кем-то другим будто мы должны пахнуть или выглядеть по-другому с другой стороны когда вы говорите победа другим вместо того чтобы придержать победу для себя у вас появляется чувство что вы полностью разделяете радостный аспект своей жизни с другими вы действительно немного похудели вам нравится как вы выглядите в зеркале внезапно вам кажется что у вас появился голос вас кто-то влюбляется или вы в кого-то влюбляетесь смена времен года трогает ваше сердце вы начинаете замечать в вермонте снег или то как качаются на ветру деревьев а начинаете взращивать отношения и щедрого даяния всего чего вам хочется вместо того чтобы проявлять скупость и страх возможно афоризма изменит вас они говорят вам не завидуй а вы думаете о откуда они узнали что я завидую они говорят будь благодарен всем а вы начинаете спрашивать себя как этого достичь и для чего вообще стараться некоторые афоризмы например всегда медитируя на том что вызывает обиду подталкивает вас выйти за пределы здравого смысла эти афоризмы не всегда то что вы хотели бы услышать и уж точно не всегда вызывает вдохновение однако если мы будем работать с ними они станут подобное нашему дыханию зрению нашей первой мысли они станут подобны запахом которые мы ощущаем и звуком которые мы слышим мы можем позволить им пропитать все наше существо в этом весь смысл эти афоризмы не теория и не абстракция они о том кто мы есть на самом деле и что с нами происходит они совершенно актуальны с точки зрения того как мы переживаем те или иные вещи и как относимся к тому что происходит в наших жизнях они о том как мы относимся к поле и страху наслаждению радости и как эти вещи могут целиком и полностью трансформировать нас когда мы работаем с афоризмами обычная жизнь становится путем пробуждения не так уж важно практики которые мы будем выполнять помогает развить веру в наше собственное пробужденное сердце в нашу бодхичитту если до нас наконец дойдет насколько мы богаты наше ощущение тяжелого груза уменьшится а наше любопытство возрастет бодхичита обладает тремя качествами она мягкая и нежная это сострадание в то же время она ясная и острая это называется прашня кроме того она открытая последнее качество называется шуньятой или пустотой слово пустота может казаться несколько холодным однако бодхичитта вовсе не холодная ведь в ней присутствуют сердечные качества теплота сострадание наполняющее пространство и ясность сострадание открытость и ясность это одно и то же то что называется бодхичиттой бодхичита это наше сердце наше раненое смягчившееся сердце вообще-то если вы займетесь поиском от того мягкого сердца который мы так тщательно оберегаем если решите провести научное исследование с использованием микроскопа и попытаетесь найти свои сердца то не найдете его вы можете искать но найдете лишь своего рода чуткость нет ничего что вы могли бы отрезать и положить под микроскоп нет ничего что вы могли бы препарировать и удерживать чем больше вы ищете тем больше обнаруживаете что есть лишь ощущение чуткости с привкусом своего рода грусти это грусть не связано с неправильным отношением к нам других людей это изначальная грусть безусловная грусть это часть того что дается нам от рождения наше семейное наследие и я иногда называют истинному сердцем грусти иногда мы подчеркиваем сострадательный аспект своего истинного сердца и это называется относительной частью бодхичитты иногда мы подчеркиваем открытый аспект своего сердца который невозможно обнаружить и он называется абсолютным это подлинное сердце который ждет момента когда его обнаружит 1 афоризма семи пунктов тренировки ума таков сначала тренируйся в предварительных практиках предварительные практики это базовая практика медитации полезная поддерживающая сердечная сияющая практика шамадхи випашин когда мы говорим сначала тренируйся в предварительных практиках это не означает что вначале мы выполняем практику шамадхи випашин и а затем заканчиваем ее и получаем право перейти к чему-то более продвинутым практика шамадхи випашин и это не только земля на которой мы стоим но и воздух которым мы дышим и сердце который бьется в нашей груди практика шамадхи випашин и это сущность всех остальных практик так что когда мы говорим сначала тренируйся в предварительных практиках это означает лишь то что без хорошие основы нам не на что будет опереться без нее мы не сможем понять практику тонглен который я пишу позже и не обретем никакого прозрения в своем не в его безумие не в его мудрость далее следует 5 афоризмов которые подчеркивают открытость бодхичитты и и абсолютное качество они указывают на тот факт что хотя мы обычно совершенно захвачены плотностью и серьезностью жизни мы можем постепенно перестань делать из мухи слона и установить связь просторным радостным аспектом нашего существования первое из абсолютных афоризмов воспринимая все дхармы как сновидение проще говоря воспринимая все как сновидение жизнь это сновидение смерть раз уж на то пошло это тоже сновидение бодрствование это сновидение и сон это сновидение это можно описать и так любая ситуация это мимолетное воспоминание сегодня утром мы ходили на прогулку но теперь это воспоминание любая ситуация это приходящие воспоминания в нашей жизни происходит множество повторений вот так много раз желаем доброго утра так много раз принимаем пищу так много раз едем на работу и с работы так много раз проводим время с друзьями и родственниками раз за разом снова и снова все эти ситуации вызывает раздражение вожделение гнев грусть и всевозможные чувства к людям с которыми мы работаем живем вместе стоим в очереди или в пробке эти ситуации будут раз за разом повторяться похожим образом это прекрасная возможность установить связь с ощущением того что любая ситуация подобно воспоминания всего несколько мгновений назад вы стояли в коридоре а сейчас это лишь воспоминание но когда-то это было таким реальным сейчас я говорю на то что я только что сказала уже в прошлом считается что об афоризмах указывающих на абсолютную истину открытости не стоит говорить ах да я это знаю вместо этого нам следует просто позволить зазору уме раскрыться а затем задаться вопросом возможно ли это мне это снится ущипните себя сновидения бывают такими же убедительными как и реальность бодрствования вы можете начать размышлять над тем фактом что возможно вещи не такие плотные надежные какими кажется иногда это переживание возникает у нас само по себе случается естественным образом недавно я прочла о человеке который отправился в поход высоко в горы и был один в необитаемых местах на очень большой высоте если вы когда-нибудь бывали на большой высоте то знаете что свет там другой чем внизу в нем больше синего цвета больше сияния вещи кажутся более легкими и менее плотными чем в центре большого города особенно если вы какое-то время проведете в горах в одиночестве иногда вы не знаете точно спите вы или бодрствуйте этот человек описал как ему начало казаться будто он готовит свою пищу во сне и что когда он отправлялся на прогулку он словно шел по направлению горам сотканом из воздуха он чувствовал что письмо которое он писал состояла из воздуха что его рука была призрачной рукой писавшие эти призрачные слова и что он должен был отправить письмо призрачному получателю иногда у нас тоже бывает подобное переживание даже если мы находимся на уровне моря на самом деле благодаря им наш мир начинает казаться намного больше и я не буду дальше углубляться в эту тему освежу ее с практикой шамадхи ключ здесь в том что все это не так уж важно мы все можем просто немного расслабиться воспринимайте все дхармы как сновидение мы используем своему чтобы придавать большую важность самим себе свои боли и своим проблемам если бы кто-то попросил вас уловить начало середину и конец каждой мысли вы бы обнаружили что у них будто бы нет ни начало ни середины ни конца очевидно что они есть вы говорите собой вы создаете всю свою идентичность весь свой мир все свои ощущения проблемы и все свои ощущения удовлетворенности посредством этого непрерывного потока мыслей однако если вы действительно попытаетесь обнаружить мысли то кажется что они постоянно меняются согласно афоризма любая ситуация и даже любые слова мысли и эмоция это мимолетное воспоминание вы словно пытаетесь увидеть как вода превращается в пар вы не обнаружите конкретного момента когда это происходит вы знаете что есть вода и что есть пар но вы не можете увидеть точного момента когда одно превращается в другое это относится ко всему вообще доводилось ли вам быть захваченными навязчивым сценарием в котором вы чувствовали себя побежденными и уязвленными и вдруг почему-то без особой причины вы просто отбрасывали его он просто исчезал и вы спрашивали себя почему делали так много шума из ничего что все это значит это также случается когда вы влюбляетесь вы полностью отдаетесь мыслим об этом человеке 24 часа в сутки вы одержимы этот человек так сильно нужен вам проходит совсем немного времени и вы говорите не знаю что мы сделали не так но это чувство исчезла я уже не могу его вернуть все мы знаем это чувство когда мы сначала придаем чему-то большую важность а потом осознаем что делали из мухи слона я бы хотела попросить всех нас расслабиться и выполнять практику с большой мягкостью это не приказ инструктора по строевой подготовке расслабься или пожалеешь я заметила что если у нас есть возможность использовать против себя то что мы слышим обычно мы так и поступаем например если вы замечаете что напряглись и вспоминаете что я сказал вам расслабиться вы чувствуете наверно мне лучше бросить эту медитацию потому что я не могу расслабиться а значит у меня нет шансов обнаружить бодхичитту или что-нибудь еще мягкость в практике и жизни помогает нам пробудить бодхичитту мы словно что-то вспоминаем это сострадание это ясность это открытость подобно чему-то забытому когда мы сидим здесь с мягким отношением к себе мы вновь открываем это это похоже на воссоединение матери с ребенком они вновь встречаются после очень очень долгой разлуки чтобы воссоединиться с бодхичиттой нужно расслабиться в практике и в жизни вообще практика медитации это формальный способ привыкнуть расслабляться я советую вам четко следовать наставлением но быть крайне мягкими внутри этой формы пусть все будет мягким когда вы выдыхаете наставление заключается в том чтобы касаться своего дыхания быть с ним пусть это будет своего рода расслаблением наружу ощущайте как дыхание выходит наружу в обширное пространство и растворяйтесь в нем вы не пытаетесь ухватить его не пытаетесь сдвинув брови поймать это дыхание чувствуя что не будете хорошим человеком если упустить его вы просто расслабляетесь вовне с дыханием называние мыслей это мощная поддержка для расслабления очень полезный способ восстановления связи шунья ты открытым измерением существования свежим беспристрастным измерением нашего ума когда мы подходим к месту в котором говорим мысли мы можем просто говорить это с беспристрастным отношением и огромной мягкостью смотрите на мысли как на пузырьки она их название словно на прикосновение к ним с помощью перышко одно легкое прикосновение мысли и они вновь растворяются в пространстве не волнуйтесь о достижении не волнуйтесь о совершенстве просто будьте в каждом мгновении настолько хорошо насколько у вас это получается когда вы осознаете что он их начинаете блуждать просто с большой легкостью признайте это такое легкое прикосновение золотой ключ к воссоединению с нашей открытостью афоризм верит нам воспринимать все дхармы то есть все вообще как сновидение в данном случае мы могли бы сказать воспринимайте все мысли как сновидение просто прикоснуться к ним и отпустить их когда вы замечаете что придаете ему слишком большую важность просто замечайте это с большой мягкостью и сердечностью это не так важно если мысли уходят но вы по-прежнему ощущаете тревогу и напряжение можете позволить им остаться создав вокруг них большое пространство просто позвольте этому быть когда мысли вновь возникает воспринимайте их как то чего не является это не так важно вы можете расслабиться не быть такими серьезными и так далее в этом сущностный смысл афоризмов об абсолютной будхичите установить связь с открытым просторным качеством вашего ума благодаря которому вы видите что у вас нет необходимости отгораживаться и делать из мухи слона если же вы все-таки делаете из мухи слона вы можете предоставить этому слону гораздо больше пространства и отпустить его к чему бы вы не пришли в ходе своей сидячей практике вы никогда не ошибетесь просто расслабьтесь расслабьте свои плечи расслабьте живот сердце и ум привнесите столько мягкости сколько сможете техника сама по себе уже достаточно точно у нее есть структура форма внутри этой формы вы движетесь с теплотой и мягкостью так вы пробуждаете вот хичит у выдернуть ковер из-под ног как я уже говорила основное наставление состоит в том чтобы просто расслабиться когда мы принимаем такое отношение к своей практике и жизни когда мы относимся к себе и другим с большей мягкостью и признательностью ощущение груза которые все мы постоянно носим на плечах начинает ослабевать следующий афоризм гласит исследуй природу нерожденного осознавания подлинное намерение этого афоризма выдернуть ковер у вас из-под ног в том случае если вам покажется что вы поняли предыдущий афоризм если вы гордитесь собой так как по-настоящему поняли что все подобно сновидению то этот афоризма бросает вызов вашей самонадеянной уверенности он говорит ладно но кто тут вообще понял что все подобно сновидению исследуй природу нерожденного осознавания что это за я откуда оно взялось кто все это знает кто все это осознает этот афоризм указывает на прозрачность всего включая нашу любимую идентичность наше драгоценное я кто этот я доспехи в которой мы облачаем свои мягкие сердца причиняют большие страдания но не дайте себя обмануть они совершенно прозрачны чем отчетливее они становятся тем яснее вы видите осознаете что этот щит этот кокон состоит из простых мыслей которые мы сгущаем и считаем плотными наш щит сделан не из железа наши доспехи не из металла на самом деле они состоят из мимолетных воспоминаний абсолютное качество подхичитты невозможно выделить как что-то определенное если вы можете о нем что-то сказать это не она в общем если вы думаете будто пробужденное сердце это что-то определенное это не так это мимолетное воспоминание если вы думаете что этот большой груз это этот чудовищно огромный кокон является чем-то это тоже не так это просто мимолетное воспоминание однако она очень отчетливо чем больше вы практикуете тем более отчетливым оно становится в этом заключается парадокс его невозможно найти однако невозможно найти ничего более отчетливого мы проводим у ему времени пытаясь добиться точности конкретизируя просто стараясь сделать все плотным и устойчивым мы также проводим у ему времени пытаясь притупить смягчить или отодвинуть подальше эту отчетливость когда мы пробуждаем свои сердца мы полностью меняем этот паттерн но не через создание нового паттерна мы все дальше и дальше уходим от конкретизации придания вещам плотности и вечных попыток поставить свои ноги на какую-то устойчивую опору это движение прочь от комфорта и безопасности выход за пределы известного в неизведанное и нестабильное которое называется просветлением освобождение кришнамуртик говорит об этом в своей книге свобода от известного а лану оц в мудрости ненадежности все это об одном и том же если вы не заметили обычно мы относимся к вещам по другому обычно мы пытаемся найти твердую почву чтобы устойчиво встать на нее мы словно летим на луну в космическом корабле смотрим вниз на крошечную планету земля вдруг осознаем что все гораздо масштабнее чем может представить себе черепа ум и не справляясь с этим осознанием впадаем в тревогу относительно того что мы будем есть на обед вылетите в открытом космосе испытывайте чувство безграничности мира и вдруг сводите все крошечному мирку тревоги об обеде что лучше съесть камбургер или хот-дог мы делаем это постоянно в афоризме исследуй природу нерожденного осознавания интересно слово исследуй мы не просто смотрим и видим а теперь я все понял именно процесс исследования и осмысления ведет нас к способности расслабляться в ненадежности нервозности или беспокойности из этого возникает большая радость исследуй природу нерожденного осознавания просто исследуйте природу того кто обладает прозрением осмысляйте ее мы можем поставить под сомнение свою плотную идентичность это ощущение человека застывшего во времени пространстве монолит я когда во время сидячей практике мы мягко говорим мысли возникает знак вопроса а кто же думает эти мысли кто и что сгущает что и с кем происходит кто тут я который думает отмечает мысли возвращается к дыханию испытывает боль или ждет не дождется обеда следующий афоризма сама освободи даже противоядие если вы думали что поняли афоризм исследуя природа нерожденного осознавания отпустите даже это понимание эту гордыню это уверенность это ощущение опоры противоядие которые вас просят самоосвободить это сама шунья то отпустите даже представление о пустоте открытости или пространстве в индии когда-то жил учитель безумной мудрости по имени сараха он сказал те кто верит что все плотно и реально глупы словно скот но те кто верит что все пусто еще глупее все постоянно меняется и мы постоянно хотим закрепить происходящее зафиксировать его так что каждый раз когда вы приходите к прочному заключению позвольте ковру быть выдернутым из-под ваших ног вы сами можете выдернуть его или позволить жизни сделать это за вас когда у вас из-под ног выдергивают ковер появляется прекрасная возможность для изменения вашего основополагающего паттерна вы словно меняете свою днк один из способов самостоятельно выдернуть ковер у себя из-под ног это просто отпустить расслабиться смягчиться и не придавать ничему большого значения этот подход значительно отличается от практики аффирмаций ставший популярной в определенных кругах повторять аффирмации это как кричать что у вас все в порядке чтобы заглушить шепот говорящий что это не так и действительно обнаружить этот шепот осознать его как мимолетное воспоминание и приблизиться ко всем этим страхом и чувством того что возможно у нас не все в порядке это совсем другое дело ладно это все не так уж важно никто из нас не в порядке и все мы в порядке здесь нет одного единственного варианта мы это ходячие говорящие парадоксы когда мы осмысляем все дхармы как сновидения и рассматриваем все мысли как мимолетное воспоминание отмечая их как мысли и очень легко прикасаясь к ним вещи уже не кажутся такими монолитными мы чувствуем как наш груз становится легче отмечание мыслей как мыслей поможет вам увидеть их прозрачность увидеть легкость и иллюзорность вещей каждый раз когда ваш поток мыслей уплотняется до тяжелого фильма который уводит вас куда-то отмечайте это как мысли тогда вы сможете увидеть что вся страсть связанная с этими мыслями все агрессии горе это просто мимолетное сновидение если вы хотя бы на одно мгновение сможете пережить все это просто как мысли это будет мгновением полного пробуждения именно так мы начинаем пробуждаться к своей изначальной способности отпускать восстанавливать связь шуньятой или абсолютной бодхичитой кроме того так мы пробуждаем свое сострадание свое сердце свою исконную мягкость относительную бодхичитту используйте отмечание с огромной мягкостью чтобы прикоснуться ко всем своим плотным драмам и признать что вы просто выдумали их в разговоре которые ведете сами собой когда мы говорим сама освободи даже противоядие мы поощряем себя просто прикасаться ко всему что приходит вам в голову а затем отпускать это какие бы у вас не возникали прекрасное решение или большие планы просто отпускайте 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 их даже если вы только что обнаружили корень всех своих страданий думайте коктейли с корневым пивом или о чем-то другом отпустите это когда возникает что-то приятное вместо того чтобы носиться по комнате как заводная игрушка вы можете просто сделать паузу отметить и отпустить эта техника предоставляет мягкий подход разрушающий плотность мыслей и воспоминаний если к вам приходят заряженные воспоминания вы вероятно обнаружите когда исчезают слова что-то по-прежнему остается когда это происходит вы приближаетесь к сердцу вы приближаетесь под хичите возникающих мыслях нет ничего плохого и вообще медитация это не избавление от мыслей вы будете думать вечно тем не менее если вы будете следовать за дыханием и отмечать свои мысли то научитесь отпускать во что бы вы не верили в плотность или в пустоту отпустите это если вы научитесь отпускать вещи они перестанут быть для вас проблемой однако на данном этапе для большинства из нас мысли прочно связаны с нашей идентичностью с нашим ощущением проблемы и того как обстоят дела следующий абсолютный афоризм таков покойся в природе ала и сущности мы можем научиться отпускать мысли и просто позволять ему упокоиться в его естественном состоянии ала и что означает открытая изначальная основа всех феноменов мы можем покоиться в базовой открытости и наслаждаться игрой всего что возникает не придавая ничему особенного значения в общем если все кажется вам плотным это ловушка но если вы замените эту систему убеждений другой то попадетесь в другую ловушку мы должны просто выдернуть ковер из-под нашей системы убеждений мы можем сделать это если отпустим свои убеждения а также свои ощущения правильного и неправильного и вернемся к пустоте и непосредственности своего переживания в настоящем покоясь в природе ала и пусть мир сам говорит за себя последний афоризм абсолютной бодхичит и таков пост медитации будьте ребенком иллюзии этот афоризм говорит о том что когда вы не выполняете формальную практику то есть на протяжении почти всей своей жизни вы должны быть ребенком иллюзии это запоминающийся и поэтичный образ которому не так просто дать определение он специально описан так чтобы вам не хотелось давать ему определений идея в том чтобы вы подходили к переживаниям по окончании сидячей практики со свежим взглядом чтобы вы всегда использовали их как возможность отпустить и расслабиться этот афоризм значительной степени подразумевает взгляд по сторонам и связь с окружением с атмосферой в которой вы находитесь с качеством вашего переживания вы осознаете что все это не такое уж плотное всегда происходит что-то такое что не поддается фиксации в словах или мыслях это словно первый день весны у этого дня есть особые качества он это то что он есть каким бы ни было ваше мнение о нем изучая буддизм мы узнаем о воззрении медитации как опорах помогающих нам отпустить эго и просто быть с вещами так как есть афоризма абсолютной бодхичитая выражает воззрение например афоризмой в пост медитации будь ребенком иллюзии или воспринимая все дхармы как сновидение это сущностное напоминание о лежащем в их основе способе восприятия мир вам не обязательно полностью понимать воззрение однако они задают для вас определенное направление предложение воспринимать мир таким образом менее плотным закладывать семена и пробуждает определенные аспекты вашего бытия как воззрение так и медитация являются превосходной опорой они дают вам что-то такое за что вы можете удержаться хотя все учения говорят о том что не надо ни за что держаться мы не просто говорим об этом мы действительно делаем это такова практика такова медитация вы можете говорить о расслаблении до потери пульса однако у вас также есть возможность практиковать расслабление с отмечанием на выдохе существует определенная практика метод который вам то дисциплина во зрении медитация стимулирует нас расслабиться в достаточной степени чтобы до нас наконец дошла атмосфера наших переживаний и невозможно научить тому как все обстоит на самом деле никто не даст вам формулы подобной а плюс b плюс c равняется просветление эти опоры часто сравнивают с плотом плот нужен вам чтобы пересечь реку перебраться на другую сторону но когда вы оказываетесь там то оставляете плот это интересный образ однако по опыту происходящее больше похоже на то как если бы плот отказался плыть дальше на середине реки и вы так и не добрались до твердой почвы и это и есть стать ребенком иллюзии образ ребенка иллюзии кажется очень удачным поскольку маленькие дети живут в мире где вещи еще не обрели полную плотность вы видите во всех детях чувство любопытства которые они позже теряют этот афоризм поощряет нас снова стать такими как маленькие дети я прочла книгу голографическая вселенная которая рассказывает о том как ученые делают те же открытие что и мы когда сидим в медитации комната в которой мы сидим плотная и очень отчетливая было бы нелепо говорить что ее нет однако ученые начали обнаруживать что материальный мир не такой плотной как кажется он больше похож на голограмму отчетливо различимую и одновременно пустую на самом деле чем больше вы осознаете отсутствие плотности вещей тем более отчетливыми они кажутся тронг пырин почи нашел поэтичную и запоминающуюся формулировку этого парадокса если перефразировать садхану махамудры можно сказать все что вы видите отчетливо нереально в пустоте однако форма определенно есть то что вы видите не здесь и одновременно не не здесь это одновременно так и не так все что вы слышите это звуки пустоты однако звук есть а звуки пустоты реально далее труд по рин пучи говорит хорошее плохое радостное и грустное все вещи исчезают в пустоте подобно среду птицы в небе это самое точное из возможных описаний того что значит быть ребенком иллюзии это ключевой момент хорошему и плохому счастью и несчастью можно позволить раствориться в пустоте подобно среду птицы в небе практика его зрение это опоры однако настоящее переживание звука подобного отголоску пустоты или отчетливой нереальности всего что видеть снисходят на вас так словно вы просыпаетесь от древнего сна это невозможно вызвать силой или симулировать во зрение практика нужны чтобы можно было пережить их с легким прикосновением а не принимать как току мы должны вслушаться в эти афоризмы переживать их заинтересоваться ими мы должны сами выяснить что они означают они скорее бросают нам вызов чем постулируют факты если мы им это позволим они подведут нас к тому факту что сами факты очень сомнительны мы можем быть ребенком иллюзии в своих переживаниях бодрствования и сна в рождении смерти мы можем постоянно оставаться детьми иллюзии быть ребенком иллюзии также подразумевает то что мы начинаем поощрять себя не вступать на поле битвы наше представление о добре и зле о правильном и неправильном так сильны нам также кажется что какие-то части нас плохие или злые а какие-то хорошие добродетельны все эти пары противоположностей радость и грусть победа и поражение обретение потери ведут войну друг с другом истина в том что плохое и хорошее кислое и сладкое сосуществует рук с другом на самом деле эти вещи не противоположны друг другу мы можем начать открывать свои глаза и сердца этому глубокому способу восприятия словно перемещаясь в новое измерение переживаний становясь ребенком иллюзии возможно вы слышали что буду не снаружи буду внутри буду внутри это сосуществование плохого и хорошего зла и чистоты буду внутри это не только все хорошее и приятное буду внутри также грязем как и чист буду внутри наполнен гноем в той же степени как и здоровьем он отвратительные зловонные отталкивающий и одновременно обладает противоположными качествами они сосуществуют этого зрения нелегко понять но полезно услышать на уровне обыденности это означает лишь то что увидев себе ужасные недостойные вещи возможно вы могли бы осмыслить их как будто вы гордитесь собой так как только что хорошо помедитировали или ваши помыслы совершенно чисты это тоже будто когда мы дойдем до практики тонглен вы увидите насколько интересна эта логика тонглен как и практика шамадхиви пашлины ведет нас к осознанию сосуществования противоположностей они не воюют друг с другом в ходе практики медитации очень стараемся избавиться от определенных вещей тогда как другие вещи выходят на передний план чтобы мир мог говорить сам за себя мы для начала должны увидеть то насколько упорно мы боремся и тогда сможем начать открывать этому факту свои сердца и умы во зрении медитация как шамадхиви пашлина так и тонглен предназначены для того чтобы поддержать более мягкий нежный подход ко всему шоу ко всей катастрофе мы начинаем допускать сосуществование противоположностей не пытаясь ни от чего избавиться но просто тренируясь и все шире и шире открывая свои глаза уши ноздри вкусовые рецепторы сердца и умы питая привычку открываться всему что происходит включая свои попытки закрыться обычно наши интерпретации мира в терминах хорошего и плохого счастье и несчастье приятного и неприятного настолько тяжеловесное что у мира не остается возможности говорить за себя когда мы говорим а будь ребенком иллюзии мы начинаем приобретать свежий взгляд без захваченности надеждами и страхами мы становимся внимательными пробужденными и мягкими в отношении своих надежд и страхов мы видим их ясно с меньшей предвзятостью и меньшим ощущением одержимости когда это происходит мир говорит за себя я слышала историю о том как тронг по ринпоче сидел в саду с его святейшеством делгах янце ринпоче их окружали почтительно державшиеся на расстоянии люди они были достаточно близко чтобы слышать разговор но достаточно далеко чтобы дать пространство для личного общения стоял прекрасный день эти два джентльмена долго сидели в саду просто сидели ничего не говорили время шло они просто сидели в саду ничего не говорили и казалось получали от этого большое удовольствие затем тронг по ринпоче нарушил молчание он засмеялся он указал пальцем на другую сторону газона и сказала девках янце ринпоче вот это они называют деревом тогда янце ринпоче тоже засмеялся если бы мы были там думаю мы бы получили небольшое прямое введение в то что означает быть ребенком иллюзии мы можем практиковать это сейчас в пост медитации и всю оставшуюся жизнь чтобы мы не делали перечаяли работали мы можем полностью отдаться этому мы можем быть там где мы есть полностью на сто процентов посвятите весь перерыв на чай только тому чтобы пить чай я начала делать это в аэропортах вместо того чтобы читать я смотрю на все что меня окружает и ценю это даже если вы не можете ценить окружающие просто смотрите чувствуйте то что чувствуете проявляйте интерес будьте любопытными меньше пишите не пытайтесь все зафиксировать на бумаге иногда мы пишем вместо того чтобы смотреть на вещи свежим взглядом словно пытаемся все ухватить и зафиксировать эти попытки делают нас слепыми лишая свежего взгляда широко раскрытых глаз любопытства когда мы не пытаемся ничего ухватить мы уподобляемся ребенку иллюзии утром вы чувствуете одно а днем может показаться что с тех пор прошли коды просто поразительно как все постоянно движется вы пишите в своем письме мне не здоровится однако к тому времени когда это письмо дойдет до адресата все уже изменится доводилось ли вам получать ответ на свое письмо и спрашивать себя о чем здесь вообще речь вы не помните той давно забытой идентичности которые отправили по почте был один американский индейц которого звали и ши что на его языке означало человек или человеческое существо он представлял хороший пример того что значит быть ребенком иллюзии и ши жил в начале двадцатого века в северной калифорнии всех остальных людей его племени методично истребили на них вели охоту словно на койотов или волков остался только иши долгое время он жил один никому точно не известно почему он это сделал но однажды на рассвете он появился в аравире штат калифорния он стоял там в своей ноготе его быстро одели и отправили в тюрьму где он пробыл до тех пор пока бюро по делам индейцев не решила что с ним делать новость о нем оказалась на первой полосе сан-франциской газеты где ее и прочел антрополог по имени альфред крёбер это было исполнением мечты любого антрополога этот абориген всю свою жизнь прожил диких условиях и мог рассказать об образе жизни своего племени иши привезли на поезде в сан-франциско в совершенно неизвестный мир где он прожил судя по всему достаточно счастлива остаток своей жизни иши казался полностью пробужденным он чувствовал себя как дома в самом себе и в мире который так резко изменился всего за одну ночь например когда его повезли в сан-франциско он с удовольствием надел предоставленные ему костюмы галстук но туфли держал в руках так как по-прежнему хотел чувствовать земли у себя под ногами прежде он жил как пещерный человек которому приходилось постоянно прятаться из страха быть убитым однако вскоре после его прибытия в город его пригласили на формальный ужин он сидел там ничуть не смущено незнакомым ритуалом и просто наблюдал а затем поел также как делали это все остальные он был полон любознательности любопытства ко всему казалось он ничего не боялся и не испытывал обиды а просто был полностью открытым перед отъездом в сан-франциско и что пришел на железнодорожную станцию оравила и встал на платформе когда подошел поезд он незаметно для окружающих отошел и тихо встал за колонны когда его отсутствие заметили его позвали и он вместе с остальными сел на поезд сан-франциско позже еще рассказал крёберу что всю жизнь виде поезд он вместе со своими соплеменниками думала что это демон который есть людей поскольку он извивался как змея и дышал дымом и огнем услышав это кревер был потрясен он спросил как ты набрался смелости сесть на поезд если думал что это демон тогда иши просто сказал но жизнь научила меня идти за любопытством а не за страхом жизнь научила его тому что значит быть ребенком иллюзии яд как лекарство с афоризмом три объекта три яда и три семени добродетели мы подходим к учениям об относительной бодхичите о том как пробудить сострадание до сих пор мы старались установить то что основа всех переживаний очень просторно и не столь конкретно какой мы склонны ее представлять нам не обязательно придавать себе своим врагам любимом и всему шоу такой большой важности этот акцент на мягкости сущностное наставление о том как восстановить связь с открытостью и свежестью в нашей жизни как освободиться из тесного мирка эго мы будем вновь и вновь возвращаться к этому ощущению свежести и открытого пространства не придавая ничему преувеличенного значения поскольку теперь мы погружаемся настоящий беспорядок в буддийских учениях этот беспорядок называется клешами что означает яд если свести все к максимально простой формуле существует три основных яда страсть агрессия и неведение о них можно говорить по-разному например называя их страстным желанием отвращением и мне по барабану всевозможные зависимости относятся к категории страстного желания когда мы постоянно чего-то хотим и чувствуем что нам нужно какое-то облегчение к отвращению относятся насилия ярость ненависть и всевозможные виды негативности а также все разноцветия раздражения что можно сказать о неведении в наши дни его обычно называют отрицанием сущностное наставление содержащиеся во всех буддийских учениях в частности учения лоджонг таково чтобы вы ни делали не пытайтесь отогнать неприятные чувства это необычная мысль нам совсем не свойственно создавать оперативный простор для этих чувств вполне очевидно что мы привыкли гнать эти чувства прочь а люди и ситуации в нашей жизни постоянно вызывают у нас страсть агрессия и неведение достаточно старой доброй чашки кофе чтобы пробудить в некоторых людях страстное желание они зависимы от кофе она символизирует для них комфорт и все хорошее что есть жизнь если они не могут выпить кофе и жизнь разваливается на части у других людей есть хорошо продуманная история о том почему кофе вреден у них есть отвращение к кофеину и своя группа поддержки есть также множество людей которым совершенно наплевать на чашку кофе для них она вообще ничего не значит рядом живет старина мортимер тот человек который сидит напротив вас в зале для медитации или ходит вместе с вами на работу некоторые люди увидев мортимера испытывают страсть он кажется им таким замечательным значительная часть их дискурсивного мышления занята тем чем они бы хотели заняться вместе с мортимером есть люди которые его ненавидят они никогда даже не говорили с ним но как только увидели его почувствовали отвращение некоторые из нас не замечают его и возможно так никогда и не заметят через несколько лет мортимер скажет нам что был здесь сегодня и это сильно нас удивит и так есть три вещи которые в афоризме называются тремя объектами первый объект это то что кажется нам приятным второй то что кажется нам неприятным а третье итог чему мы равнодушны если что-то приятно она вызывает страстное желание если что-то неприятно она вызывает отвращение если что-то нам безразлично, оно вызывает неведение. Страстное желание, отвращение и неведение – это три яда. Если бы мы руководствовались своим опытом, то переписали бы эту формулу так. Три объекта, три яда и ужасные муки. Или три объекта, три яда и три семени заблуждения, запутанности и боли. Поскольку чем больше проявляются и разрастаются яда в нашей жизни, тем сильнее они сводят нас с ума. Они не дают нам видеть мир таким, какой он есть. Они ослепляют, оглушают и отупляют нас. Мир не может говорить сам за себя, поскольку мы захвачены своим фильмом, вместо того, чтобы чувствовать обширное пространство, в котором могли бы жить своей жизнью, как дети и люди. Мы лишаем себя возможности услышать голос мира. Вы просто продолжаете говорить сами собой, и другие голоса до вас не доходят. Три яда всегда так или иначе ловит вас свой капкан, лишает вас свободы и делают ваш мир по-настоящему тесным. Когда вы испытываете страстное желание, вы можете сидеть на краю большого каньона, но не увидите ничего, кроме куска шоколадного торта, который мечтаете съесть. Когда вы испытываете отвращение, то, сидя на краю большого каньона, вы слышите лишь слова, сказанные кому-то в гневе десять лет назад. Если вы пребываете в неведении, вы сидите на краю большого каньона с бумажным пакетом на голове. Все три яда способны овладевать вами настолько, что вы перестаете воспринимать даже то, что находится прямо перед вами. Три объекта, три яда, три семени добродетели – очень примечательная идея. Она переворачивает обычную формулу с ног на голову непривычным и непредсказуемым образом. Она указывает на то, как три яда могут стать тремя семенами для превращения в ребенка иллюзий. Как сделать шаг за пределы ограниченного мира фиксации на эго, мира туннельного видения? Афоризм – это лишь знакомство с тем, как работает эта идея. Практика Тонглин даст вам конкретный метод для работы с логикой учения Лонжонг или, если можно так выразиться, с логикой большого сердца. В страсти, агрессии или неведении нет ничего плохого до тех пор, пока мы не принимаем их на свой счет и не упускаем все самое сочное. Павлин ест яд, и от этого его разноцветный хвост становится ярче. Это традиционный образ данной практики. Яд становится источником огромной красоты и радости. Яд становится лекарством. Что бы вы ни делали, не пытайтесь избавиться от логиков, потому что если вы это сделаете, то выплесните свое богатство вместе с неврозом. Весь этот беспорядок и есть ваше богатство, однако вы не поверите этому на слово. Тем не менее, вы можете начать осмыслять эти учения и размышлять о том, могут ли они вообще быть правдой и вдохновиться, запробовать их на собственном опыте. Суть в том, что когда Мортимер проходит мимо вас и вызывает вас страстное желание, отвращение, неведение, зависть, высокомерие или ощущение собственной никчемности, когда он проходит мимо и у вас возникает какое-то чувство, это может напоминать маленький колокольчик, звонящий вашей голове или загорающуюся лампочку. Вот она, возможность пробудить ваше сердце. Вот она, возможность для созревания бодхичитты, для восстановления связи с ощущением уязвимого места, поскольку в ответ на яды мы обычно надеваем свою броню. Мы реагируем на яды, заковывая свои сердца в доспехи. Когда проявляются яды, мы противопоставляем им две основные тактики. Шаг первый. Мортимер проходит мимо. Шаг второй. Возникает клеша. Первый два шага бывает трудно разделить. Шаг третий. Мы отыгрываем или подавляем. То есть либо физически элементально набрасываемся на мортимер, либо рассказываем себе, какой он придурок и как мы собираемся поквитаться с ним. Или же подавляем эти чувства. Отыгрывание и подавление – основные способы защиты наших сердец. Основные причины, по которым мы постоянно отрезаны от своей уязвимости, сострадания, ощущения открытого, свежего измерения существования. Отыгрывая или подавляя, мы предлагаем страданию, запутанность или заблуждением стать сильнее. Валите все на мортимера. Как ты вместо афоризма «вали всю вину на одно», один человек услышал. «Вали всю вину на Вано». Как бы мы ни называли виновного, Вано, Аня или мортимер, наша обычная тактика – это или отыгрывать, или подавлять. Если мимо проходит Мортимер, Вано или Аня, или у вас возникает страстное желание, вы пытаетесь приблизиться к нему или к ней, флиртуя или заикрывая. Если возникает отвращение, вы пытаетесь отомстить. Вы не остаетесь со своими скрытыми чувствами. Вы не остаетесь на своем месте. Вы делаете шаг вперед и отыгрываете. На самом деле подавление можно было бы отнести к категории неведения. Вы едите Вано, Аню или мортимера и просто отключаетесь. Возможно, вы не хотите даже касаться того, о чем они вам напоминают, и просто отключаетесь. Существует и другая распространенная форма подавления, связанная с чувством вины. Мимо проходит Вано, возникает отвращение, вы отыгрываете его, а потом чувствуете себя виноватыми. Вы думаете, что вы плохой человек, так как ненавидите Вано, и поэтому подавляете свои чувства. То, над чем мы работаем в ходе базовой практики Шамадхиви Пашьяны и особенно в ходе практики Тонглен, это золотая середина между отыгрыванием и подавлением. Мы находим способ остаться на своем месте и полностью прочувствовать то, что лежит в основе всей этой истории о желании, нежелании и т.д. С точки зрения трех объектов, трех ядов, трех семян добродетели, когда возникают эти яды, мы должны отбросить свой фильм. То есть, вместо того, чтобы отыгрывать или подавлять, использовать ситуацию как возможность почувствовать свое сердце, свою рану. Используйте это как возможность прикоснуться к своему уязвимому месту. Под страстным желанием, отвращением, завистью, жалостью к себе, безысходностью, отчаянием и депрессией лежит что-то очень мягкое. И это что-то называется бодхичитой. Когда эти чувства возникают, тренируйтесь постепенно и очень мягко, не придавая этому слишком большого значения. Начните улавливать чувства того, что скрывается в основе всего этого фильма. Почувствуйте раненое сердце, скрытое под зависимостью, ненавистью к себе и гневом. Если кто-то придет и пустит стрелу в ваше сердце, бесполезно стоять и кричать на этого человека. Будет лучше обратить внимание на тот факт, что в вашем сердце стрела, и найти способ как-то обойтись с этой стрелой. Когда мы это делаем, три яда становятся тремя семенами нашей дружбы с самими собой. Они дают нам шанс поработать над терпением и добротой, не бросать себя, не отыгрывать и не подавлять чувства. Они дают нам шанс полностью изменить наши привычки. Именно это помогает как нам самим, так и другим. Это наставление о том, как превратить неприятные обстоятельства в путь просветления. Средуя им, мы можем трансформировать весь тот беспорядок, который обычно отталкиваем, в путь пробуждения. Восстановить связь со своим нежным сердцем, с ясностью и способностью к дальнейшему раскрытию. Работай с тем, что есть. К практике Тонглин относится два афоризма. Посылание и принятие следует практиковать поочередно, и то и другое должно двигаться верхом на дыхании, что по сути является описанием Тонглин и того, как он работает. А также начинай последовательность посылания и принятия «Себя». Строфа начинай последовательность посылания и принятия «Себя» указывает на тот момент, что сострадание начинается с дружбы с самим собой, в частности с нашими ядами, областями беспорядка. Когда мы практикуем Тонглин, посылаем и принимаем и осмысляем афоризмы Лонжонг, до нас постепенно начинает доходить то, что мы все полностью взаимосвязаны. Сейчас людям известно, то, что мы делаем с реками в Южной Америке и воздухом на Аляске, влияет на весь мир. Все взаимосвязано, включая нас самих, так что нам очень важно подружиться с самими собой. Это ключ к здравомыслю и состраданию на планете. То, что вы делаете в отношении самих себя, все ваши жесты доброты, нежности, честности и ясного видения в отношении самих себя, влияет на то, как вы переживаете мир. По сути, все это трансформирует ваше переживание мира. Вы делаете с другими то, что делаете с собой, и делаете с собой то, что делаете с другими. Когда вы обмениваете себя на других в ходе практики Тонглин, становится все менее очевидно, что внутри, а что снаружи. Если вы испытываете ярость и выплескиваете свой праведный гнев и обвинение на других, на самом деле страдаете вы сами. Другие люди и окружающая среда также страдают, однако больше всех страдаете вы, поскольку ярость пожирает вас изнутри, заставляя ненавидеть себя все больше. Мы отыгрываем свои чувства, поскольку, как это не иронично, думаем, что это принесет нам облегчение. Мы приравниваем это к счастью. Часто на мгновение действительно наступает облегчение. Если вы страдаете от зависимости и удовлетворяете свое непреодоримое желание, наступает мгновение, когда вы испытываете некоторые облегчения. Однако затем ваш кошмар становится еще более мрачным. То же самое касается агрессии. Если вы кого-то отчитаете, то на время почувствуете себя лучше. Однако в целом ваше ощущение праведного негодования и ненависти лишь усиливается, и оно причиняет вам боль. Вы словно берете голыми руками раскаленные угли и швыряете их в своего врага. Если уголь попадет в вашего врага, то он испытает боль. Однако вы сами гарантированно получите ожоги. С другой стороны, если мы начинаем смиряться с самими собой, отбрасывать свои фильмы и переживать все ощущения, заключенные в беспорядке, скрывающимся за этим фильмом, то начинаем обнаруживать бодхичитту, мягкость, спрятанную за всей этой жесткостью. Если мы добры к себе, мы становимся добрее к другим. Если мы добры к другим и проявляем свою доброту надлежащим образом, с надлежащим пониманием, мы также получаем пользу. Итак, первый момент в том, что все мы полностью взаимосвязаны. Вы делаете с собой то, что делаете с другими. Вы делаете с другими то, что делаете с собой. Работайте с тем, что есть. И это очень важно. Практика Тонглин, а также любая практика медитации, относится не к тому, что будет позже, когда вы все исправите и станете таким человеком, которого действительно сможете уважать. Вы можете быть самым жестоким человеком на свете, и это тоже прекрасное начало. Это очень насыщенное начало, сочное, зловонное. Вы можете быть самым депрессивным, самым зависимым или самым ревнивым человеком в мире. А можете думать, что на всей планете нет такого человека, который ненавидел бы себя так, как вы. Все это хорошее начало. С чем бы вы ни имели делая, это хорошее начало. Мы начинаем практиковать медитацию Шамадхивипашвина, следуя за дыханием и отмечая мысли. И можем постепенно начать осознавать, насколько глубоким событием является простое отпускание этих мыслей без их отрицания и подавления. Мы просто признаем их, как жестокие мысли, мысли ненависти, желания, бедности, отвращения и так далее. Мы можем видеть это все как мышление, отпустить мысли и начать ощущать то, что осталось. Мы можем начать чувствовать энергию своего сердца, тела, шеи, головы, живота. То базовое чувство, которое лежит в основе всех наших фильмов. Если мы можем иметь с этим дело непосредственно, все остальное становится нашим богатством. Если мы не отыгрываем и не подавляем, то наша страсть, агрессия и неведение становится нашим богатством. Яд уже является лекарством. Вам не нужно ничего трансформировать. Достаточно отпустить фильм, хотя это не так просто. Легкое прикосновение признания того, что мы думаем, и отпускание этого – ключ к соединению с богатством, который у нас есть. При всем существующем беспорядке и хаосе, где бы вы ни были, просто идите вперед. Не завтра, не позже и не вчера, когда вам было лучше, а прямо сейчас. Начинайте работу сейчас, какими бы вы ни были. Миларепа – один из держателей линии Кагью, тибетского буддизма. Миларепа – один из героев, один из смельчаков, совершенно безумный и необычный парень. Он был одиночкой, жившим в пещерах и полностью посвятившим себе медитации на протяжении многих лет. Он был крайне упрямым и целеустремленным. Когда на протяжении пары лет он не мог найти никакой еды, он ел одну крапиву, отчего весь позеленел, но не прекращал практику. Однажды вечером, набрав хвороста, Миларепа вернулся в свою пещеру и обнаружил, что ее заполнили демоны. Они готовили его еду, читали его книги и спали в его постели. Они захватили его жилище. Он знал о недвойственности себя и другого, однако не совсем представлял, как прогнать этих ребят из своей пещеры. Хотя он ощущал, что они были лишь проекцией его ума, всех неприятных частей его самого, он не знал, как избавиться от них. Итак, сначала он учил их Дхарме. Он уселся на свое сидение, находившееся на возвышении по сравнению с ними, и рассказал им о том, что все мы едины. Он говорил о сострадании и шуньяте, а также о том, что яд – это лекарство. Ничего не произошло. Демоны остались на своих местах. Тогда он потерял терпение, разозлился и набросился на них. Они лишь посмеялись над ним. Наконец он сдался, просто сел на пол и сказал, «Я никуда не собираюсь, и, похоже, вы тоже, так что давайте просто жить вместе». В этот момент все демоны, кроме одного, исчезли. Миларепа сказал, «Ой, этот демон особенно злобный. Мы все знакомы с этим демоном. Иногда у нас много таких злобных демонов. Иногда нам кажется, что есть только они». Миларепа не знал, что делать, и поэтому смирился еще больше. Он подошел к демону, влез в его пасть и сказал, «Просто съешь меня, если тебе так хочется». Тогда этот демон тоже исчез. Мораль истории в том, что, когда исчезает сопротивление, исчезают и демоны. Такова фундаментальная логика практики Тонглен, а также у всего учения Лу Джонг. Когда исчезает сопротивление, исчезают и демоны. Это похоже на Каан, который можно решить, если научиться быть мягче, расслабляться и смиряться с ситуациями и людьми в нашей жизни. Принимая во внимание все вышесказанное, давайте поговорим о медитации Тонглен. Я замечаю, как обычно люди буквально проглатывают учение о нем. Однако, когда дело доходит до практики, говорят, «Ах, это звучало прекрасно, но я и не подозревал, что вы действительно имеете в виду». По сути, практика Тонглен заключается в том, чтобы, когда возникает что-то болезненное или неприятное, вдохнуть это. Это еще один способ показать, что вы не сопротивляетесь. Вы смиряетесь с самими собой, признаете, кто вы есть и относитесь к себе с уважением. Когда возникают неприятные чувства и эмоции, вы действительно вдыхаете их и устанавливаете связь с тем, что чувствуют все люди. Все мы знаем, каково это – чувствовать боль во всем ее разнообразии. Вы делаете этот вдох для себя, в том смысле, что это личное и реальное переживание. Однако, несомненно и то, что вы одновременно породняетесь со всеми существами. Если вы знаете это в себе, вы знаете это во всех. Если вы вне себя от ревности и вам приходит в голову сделать вдох, вместо того, чтобы обвинять в этом других, если вы прикасаетесь к стреле в вашем сердце, в этот момент вам довольно легко понять, что повсюду в мире есть люди, испытывающие в точности то же самое, что и вы. Эта практика прорывается сквозь культуру, экономический статус, интеллект, расу и велики. Везде есть люди, испытывающие боль, ревность, гнев, отверженность, одиночество. Все чувствуют это точно так же, как и вы. Фильмы могут различаться, однако скрывающиеся за ними чувства одинаково для всех. Аналогичным образом, если вы испытываете чувство наслаждения, если вы устанавливаете связь с тем, что вдохновляет вас, позволяет вам раскрыться, испытать облегчение и расслабиться, вы выдыхаете это, отдаете это, посылаете это всем остальным. Опять же, это очень личное переживание. Оно начинается с вашего чувства наслаждения, с вашего чувства связи с более широким видением, с вашего чувства облегчения и расслабления. Если вы готовы отбросить свои фильмы, вы чувствуете в точности то же самое, что чувствуют все человеческие существа. Это нечто общее для всех нас. Таким образом, если мы делаем эту практику с личной вовлеченностью и искренностью, она пробуждает в нас ощущение родства со всеми существами. Еще одна очень важная вещь – это абсолютная бодхичита. Чтобы иметь возможность практиковать Тонглин, мы должны сначала заложить основу абсолютной бодхичиты, поскольку вдыхая и устанавливая связь с яркостью и реальностью боли, важно также иметь ощущение пространства. Есть это безграничное, мягкое, пустое сердце бодхичиты, ваше пробужденное сердце. В самой боли есть много места, много открытости. Вы начинаете прикасаться к этому пространству, поскольку напрямую, имея дело со всеми сложностями, вы разъединяете все, что скрепляло эго как единую сущность. Мы защищаем свое сердце доспехами, сплетенными из очень старых привычек отталкивания боли и цепляния за удовольствие. Когда мы начинаем вдыхать боль, то вместо того, чтобы отталкивать ее, мы начинаем открывать свои сердца тому, что нам неприятно. Когда мы напрямую обращаемся к неприятным областям нашей жизни, вакуум эго начинает заполняться воздухом. Подобным образом, когда мы раскрываем свои зажатые сердца и отпускаем хорошее, излучаем его и делимся им с другими, это также полностью переворачивает логику эго, то есть логику страдания. Логика лоджанг – это логика за пределами беспорядка и порядка, боли и удовольствия. Логика лоджанг начинает открывать пространство и впускать воздух в кокон, в котором мы оказались. Как со вдохом, так и с выдохом вы открываете сердца, пробуждая ватхичитту. Итак, давайте перейдем к технике. Практика Тонгрен состоит из четырех этапов. Первый этап – это проблеск открытости или проблеск абсолютной бодхичитты. Этому проблеску открытости, который происходит очень быстро, соответствует афоризм «покойся в природе Аллаи сущности». Происходит своего рода естественный проблеск тишины и пространства. Это очень простая вещь. Второй этап – это работа с текстурой. Вы визуализируете, как вы вдыхаете что-то темное, тяжелое и горячее. И выдыхаете что-то белое, легкое и прохладное. Идея в том, что вы всегда вдыхаете одно и то же. По сути, вы вдыхаете причину страдания, источник страдания. То есть фиксацию, тенденцию ревниво держаться за эго. Возможно, вы замечали, что когда вы гневаетесь, страдаете от нищеты или зависти, то переживаете эту фиксацию, как нечто черное, горячее, плотное и тяжелое. Это и есть текстура яда, текстура невроза и фиксации. Возможно, вы также замечали такие ситуации, когда были полностью поглощены собой, и вдруг возникал какой-то контраст или разрыв. Он был очень просторным. Это переживание ума, не фиксирующегося на феноменах. Переживание открытости. Текстура этой открытости обычно переживается как легкое, белое, свежее, ясное и прохладное. Итак, на втором этапе практики Тонглен вы работаете с этими текстурами. Вы вдыхаете что-то черное, тяжелое и горячее всеми порами своего тела. И также через все поры своего тела на 360 градусов вокруг себя излучаете белый прохладный свет. Вы работаете с текстурой до тех пор, пока не почувствуете ее синхронизацию. Чернота входит, а белый свет выходит в середине дыхания. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Третий этап – это работа с конкретным, прочувствованным вами объектом страдания. Вы вдыхаете боль конкретных человека или животного, которым хотите помочь. Вы выдыхаете и посылаете этому человеку простор, доброту, хорошую пищу или чашку кофе. То, что, как вам кажется, могло бы облегчить его время. Вы можете делать это по отношению к кому угодно. Бездомной матери, мимо которой проходите на улице. Своего дяди, находящегося на грани самоубийства. Или самих себя и той боли, которую испытываете прямо сейчас. Основной момент в том, что это страдание реальное, совершенно не теоретическое. Оно должно быть прочувствованным, осязаемым, честным и ярким. Четвертый этап значительно расширяет это пожелание облегчения страдания. Вы начинаете с бездомной женщины, а затем распространяете практику на всех, кто страдает так же, как и она. На всех, кто, как и ваш дядя, хочет покончить с собой. Или на всех, кто страдает от зависти, зависимости или презрения, которые ощущаете вы сами. Вы используете конкретные примеры страданий и боли как опору для понимания универсального страдания людей и животных всего мира. В то же время вы выдыхаете боль своего дяди и всего несметного множества отчаявшихся и одиноких людей, подобных ему. Одновременно вы посылаете ему и всем остальным простор, бодрость духа или букет цветов. Все, что могло бы помочь их исцелению. Вы можете распространить то, что испытываете к одному человеку, на всех людей. Вам нужно работать как с третьим, так и с четвертым этапами, как с непосредственным страданием одного человека, так и со страданиями всех существ. Если бы вы работали только со всеми живыми существами, практика была бы очень теоретической. Она бы никогда никогда не коснулась вашего сердца. С другой стороны, если бы вы работали только со своей или чужой фиксацией, в практике не доставало бы широты видения, она была бы слишком узкой. Работа с обеими ситуациями одновременно делает практику реальной и прочувствованной. В то же время она обеспечивает вас широким видением и способом работы со всеми существами в мире. Вы можете привнести все свои незавершенные кармические дела прямо в практику. По сути, вы должны радоваться их появлению. Представьте, что вы застряли в кошмарных отношениях с каким-то человеком, и каждый раз, когда вы думаете о нем, вы приходите в бешенство. Это очень полезно для практики Тонгрен. Или, быть может, вы испытываете депрессию. Все, что вы сегодня смогли сделать, это встать с постели. Ваша депрессия так глубока, что вам хотелось бы оставаться в постели всю жизнь. Вы даже думали о том, чтобы спрятаться под своей кроватью. Это очень полезно для практики Тонгрен. Конкретные фиксации должны быть именно такими, реальными. Давайте возьмем другой пример. Возможно, вы выполняете формальную практику Тонгрен или просто сидите и пьете кофе. И вдруг приходит Мортимер, объект вашей страсти, агрессии или неведения. Вы хотите ударить или обнять его, а может быть, желаете, чтобы его вообще здесь не было. Давайте представим, что вы разозлились. Ваш объект – это Мортимер, а ваш яд – это ярость. Вдохните ее. Идея в том, чтобы развить сочувствие к собственному заблуждению. Техника же заключается в том, что вы не вините ни Мортимера, ни себя. Есть лишь освобожденная ярость, горячие, черные и тяжелые. Испытайте ее так полно, как можете. Вы вдыхаете гнев, устраняете объект и перестаете думать о нем. На самом деле он был просто полезным катализатором. Теперь вы полностью владеете своим гневом. Вы направляете все обвинения на себя. Для этого нужна большая смелость, и это сильно оскорбляет ваше эго. По сути, это уничтожает весь механизм эго. И так вы вдыхаете. Затем вы выдыхаете сочувствие, расслабление и простор. Вместо того, чтобы оставаться в узкой темной ситуации, вы представляете этим чувством огромное пространство. Выдох подобен проветриванию ситуации, впусканию воздуха. Он подобен раскрытым объятиям и отпусканию. Это свежий воздух. Потом вы снова вдыхаете ярость, ее черный тяжелый жар. Затем вы выдыхаете, проветривая всю ситуацию и создавая обширное пространство. В действительности вы развиваете доброту к самим себе. В данном случае это очень просто. Вы не думаете о ней, не создаете о ней философских представлений. Вы просто вдыхаете совершенно реальную клешу. Вы полностью владеете ей, а затем проветриваете ее, создавая на выдохе обширное пространство. Это само по себе является потрясающей практикой. Даже если вы не пойдете дальше, поскольку на этом уровне вы по-прежнему работаете с собой. Однако настоящая красота этой практики в том, что ее можно расширить. Вы можете без всякого притворства представить, что два миллиарда живых существ испытывают точно такую же ярость, как и вы сейчас. Они переживают ее точно так же, как и вы. Возможно, у них другие объекты, однако суть не в объекте. Суть в самой ярости. Вы вдыхаете ярость всех этих существ, так что им больше не приходится ее испытывать. Это не усиливает вашу собственную ярость. Это просто ярость, просто фиксация на ярости, вызывающая такие сильные страдания. Иногда в этот миг вы улавливаете проблеск того, почему происходит убийство и изнасилование, почему идут войны, почему люди сжигают дома и почему в мире так много страданий. Все это происходит из-за того чувства ярости и его отыгрывания, из-за того, что его не принимают и не проветривают. Все это превращается в ненависть и муки, загрязняющие мир и очевидным образом поддерживающие поручный круг страданий и разочарований. Поскольку вы сами испытываете ярость, у вас есть спичка, от которой все это разгорается, связь, ключ к пониманию ярости всех живых существ. Сначала вы работаете со своей собственной клешей, а затем быстро расширяете ее и вдыхаете всю ярость, которая есть. На данном этапе это уже не ваш личный конкретный груз. Это просто ярость живых существ, которым вы принадлежите. Вы вдыхаете ее и выдыхаете то же ощущение свежести и проветренности, чтобы его могли испытать все живые существа. Это подходит для любых беспокоящих вас чувств. Чем больше что-то вас беспокоит, тем более пробужденными вы станете во время практики Тонглин. Те вещи, которые по-настоящему сводят нас с ума, обладают колоссальной энергией. Вот почему мы их так боимся. Такой вещью может быть даже ваша стеснительность. Вы настолько стеснительны, что боитесь подойти к человеку и поздороваться с ним. Боитесь посмотреть ему в глаза. Для поддержания этой стеснительности требуется много энергии. Вы держите себя в руках. В ходе практики Тонглин у вас появляется шанс полностью овладеть этими чувствами, никого не обвиняя, и на выдохе впустить в них свежий воздух. Тогда возможно вы лучше поймете, почему некоторые присутствующие люди выглядят такими мрачными. Не потому, что они вас ненавидят, а потому, что испытывают такую же стеснительность и не хотят никому смотреть в лицо. Таким образом, Тонглин это одновременно практика дружбы с собой и практика сострадания. Практикуя таким образом, вы обязательно разовьете сочувствие к другим и начнете лучше понимать их. В этом смысле ваша собственная боль подобна трамплину. Ваше сердце развивается все больше, и даже если кто-то подойдет и оскорбит вас, вы сможете искренне понять всю ситуацию, поскольку так хорошо знаете, из чего исходят все люди в своих действиях. Вы также осознаете, что можете помочь уже тем, что будете выдыхать боль других людей и выдыхать свежий воздух. Итак, практика Тонглин начинается с непосредственной работы с конкретным страданием, вашим собственным или чем-то еще, а затем вы используете его для понимания универсальности страданий, общих для всех нас. Почти все могут начать выполнять практику Тонглин, думая о том или о той, кого они любят всем сердцем. Иногда проще думать о детях, чем о муже, жене, матери или отце, поскольку отношения с этими людьми бывают сложными. Вашей жизни есть люди, которых вы любите прямо и без усложнений. Старики, больные люди или маленькие дети, а также те, кто был к вам добр. Когда Трунг Пирин Почи было 8 лет, он увидел, как хохочущая и улюлюкающая толпа насмерть закидала камнями скулящего щенка. Он сказал, что после того случая нашел прямую дорогу к практике Тунглин. Ему достаточно было вспомнить того щенка, как его сердце тут же начинало открываться. В этом не было ничего сложного. Он был готов на все, чтобы выдохнуть страдания этого животного и выдохнуть облегчение. В общем, идея в том, чтобы начать с чего-то подобного, с чего-то такого, что оживляет ваше сердце. Итак, вы думаете о щенке, побиваемом камнями меден умирающим, и вдыхаете. В этот момент есть не только щенок. Есть ваша связь с осознанием того, что во всем мире есть животные и люди, также несправедливо подвергающиеся мучениям. Вы тут же расширяете практику и вдыхаете страдания всех людей, испытывающих мучения подобно этому щенку. Вы можете начать со щенка, своего дяди или самих себя и постепенно все больше расширять практику. Начав с желания облегчить депрессию своей сестры, вы можете пойти дальше и вдыхать депрессию людей, которые вам довольно безразличны, вы не близки с ними, но и не боитесь их и не сердитесь на них. Вы вдыхаете депрессию и посылаете облегчение всем этим безразличным вам людям. Затем практика постепенно переходит к людям, которых вы просто ненавидите, людям, которых считаете своими врагами и которые действительно причинили вам вред. Такое расширение развивается из самой практики. Вы не можете поделать эту практику и поэтому начинайте с того, что ближе всего к вашему сердцу. Практику Донглин полезно рассматривать с точки зрения четырех стадий. Проблеск открытости, работа с текстурой в дыхании темного тяжелого жара и в дыхании белой легкой прохлады, работа с облегчением страданий в конкретном прочувствованном всем сердцем случае. Распространение желания помочь на всех остальных существ. Главное это по-настоящему установить связь с фиксацией и силой, с которыми клеши действуют в нас самих. Это делает ситуации других людей совершенно доступными и реальными для вас. Затем, когда практика станет реальной и яркой, всегда напоминайте себе о ее расширении. Пусть ваши собственные переживания станут стартовой площадкой для работы с миром. Привносить на путь все, с чем мы встречаемся. Сегодняшний афоризм, когда мир наполнен злом, трансформирует все несчастья в путь Бодхи. Слово Бодхи означает пробуждение. Это основополагающее утверждение всего учения Лоджонг о том, как использовать нежелательные неблагоприятные обстоятельства вашей жизни в качестве реального материала для пробуждения. В этом драгоценный дар учения Лоджонг. Чтобы они произошло, это считается не заминкой или препятствием, а путем к пробуждению. Этот афоризм очень хорошо подходит для нашей суматошной жизни и сложного времени. По сути, он предназначен специально для них. Если бы не было сложностей, у Лоджонг и Тунглин не было бы нужды. Пробужденного воина, развивающего смелость и сострадание, можно назвать Бодхисатвой. Одна из граней смысл этого афоризма в том, что на пути воина или Бодхисатвы не бывает заминок. Этот путь включает все переживания, как безмятежности, так и хаоса. Когда все идет хорошо, нам хорошо. Мы наслаждаемся красотой снега, падающего за окном или светом, отражающимся от пола. В этом есть чувство признательности. Однако, если зенит пожарная сигнализация и наступает замешательство, мы чувствуем раздражение и досаду. Все это возможности для практики, заминок не бывает. Нам хотелось бы верить, что когда все неподвижно и спокойно, это и есть реальность. Когда же все в беспорядке, запутанности и хаосе, это означает, что мы что-то сделали не так. Или чаще, что кто-то другой сделал нечто нарушившее нашу прекрасную медитацию. Кто-то однажды сказал об одной шумной, любящей командовать женщине, что эта женщина делает в моем священном мире. Этот афоризм также подразумевает, что пробуждение отчасти заключается в том, чтобы развивать честность и ясное видение. Иногда люди понимают учение лоджанг так, что если вместо того, чтобы винить других, они установят связь с чувствами, скрывающимися за их собственным фильмом, будет неправильно говорить, будто кто-то причинил ему вред. Однако честность, ясное видение и прямота подразумевает способность признавать, что нам был причинен вред. Первая благородная истина, самое первое учение Будды, было о том, что страдания существуют. Страдания действительно существуют в человеческом опыте. Люди причиняют друг другу вред. Мы причиняем вред другим, а они причиняют вред нам. Знание этого есть ясное видение. Это непростая история. В чем разница между тем, чтобы видеть причиненный вред и обвинениями. Возможно в том, что мы не тычем в других пальцем вины, а задаем вопрос, как я могу общаться с другими. Как я могу способствовать тому, чтобы причиненный вред сошел на нет. Как я могу помочь другим обнаружить их собственную мудрость, доброту и чувство юмора. Эта задача гораздо сложнее, чем обвинения, ненависть и отыгрывание. Как мы можем помочь? Мы можем помочь, если подружимся с нашими собственными чувствами ненависти, замешательства и так далее. Тогда мы сможем принять их в других. Благодаря этой практике вы начинаете понимать, что способны сыграть все роли. Есть не только они, есть мы и они. Я приходила в бешенство, когда читала о родителях, жестоко обращающихся со своими детьми, особенно физически. Я переполнялась праведным гневом, пока сама не стала матерью. Я хорошо помню тот день, когда мой шестимесячный сын, испачканный овсянкой, кричал и плакал, а моя дочь двух с половиной лет, дергала меня и сбрасывала вещи со стола. И я подумала, теперь я понимаю, почему те матери причиняли боль своим детям. Я прекрасно это понимаю. Разница лишь в том, что я выросла в культуре, которая этого не поощряет, поэтому я так не сделаю. Однако в этот момент все во мне хочет стереть этих двух сладких малышек в порошок. В общем, чтобы не получилось так, что вы будете выполнять тонглин для других людей, которые настолько запутались, помните, что в этой практике сострадание начинает возникать в вас, потому что вы сами были на их месте. Вы сами были рассерженными, одинокими и ревнивыми. Вы знаете, каково это. И знаете, что иногда вы способны иностранные поступки. Вы говорите жестокие слова из-за своего одиночества. Вы оскорбляйте другого, потому что хотите, чтобы вас кто-то полюбил. Обмен себя на других начинается тогда, когда вы можете увидеть, где они находятся, поскольку сами были там. Это происходит не потому, что вы лучше их, а потому, что у человеческих существ много общего. Чем больше вы узнаете то, что есть в вас, тем лучше вы понимаете других. Это происходит не потому, что вы лучше них, а потому, что у человеческих существ много общего. Чем больше вы узнаете то, что есть вас, тем лучше вы понимаете других. Как же трансформировать нежелательные ситуации в путь пробуждения, когда мир наполнен злом. Один из способов – это проблеск абсолютной бодхичитты. Однако большинство техник связано с относительной бодхичитой, то есть с пробуждением нашей связи с уязвимым местом и ее восстановлением. И не только через те вещи, которые нам нравятся, но и через неприятные вещи. У людей есть множество причин, чтобы сердиться. Мы должны это признать. Мы сердимся. Однако обвинение в адрес других ничего не решает. У Иши было множество причин, чтобы зриться. Всех членов его племени методично истребили, одного за другим. Не осталось никого, кроме него. Однако он не злился. Мы можем кое-чему у него поучиться. Что бы ни случилось, если мы сможем установить связь с уязвимым местом, скрытым под нашей яростью, и с тем, что содержится в нем. Мы сможем отнестись к своему врагу так, что это позволит нам начать развивать способность обменивать себя на других. Ощущение способности общаться с врагом от сердца к сердцу – единственный путь к изменениям. Пока мы ненавидим своего врага, страдаем мы сами. Страдает наш враг. Страдает весь мир. Единственный способ произвести настоящее преобразование не подразумевает ненависть. В этом заключалось послание Мартина Лютера Кинга, Сесара Чавеса и матери Терезы. «Жеральд Красный Лось, мой близкий друг и учитель, а также старейшина племени Сио, рассказал мне, что в молодости испытывал сильную ненависть из-за того отношения, с которым столкнулся и продолжал сталкиваться его народ. Из-за своей ненависти он был несчастным алкоголиком. Однако, когда во время Второй мировой войны он оказался в Европе, в нем что-то изменилось. Он увидел, что его ненависть отравляла его. Он вернулся с войны и всю оставшуюся жизнь старался восстановить присутствие духа, уверенность и достоинство в молодых людях своего племени. Он призывал не к ненависти, а к тому, чтобы учиться общаться со всеми существами. Его ум был очень большим». Другой афоризм гласит «Вся дхарма сходится в одной точке». О каких бы учениях ни шла речь, о наставлениях Пашамадхивы Пашине, Лоджонг или любых других наставлениях о благоразумии и здоровье, принадлежащих любой традиции мудрости. Точка, в которой все они сходятся – это отказ от цепления за самого себя. Это путь к обретению дома в своем мире. Это не делает эго грехом. Эго – это не грех. Эго – это то, от чего вы избавляетесь. Эго – это то, что вы познаете, то, с чем вы можете подружиться, если не будете отыгрывать или подавлять все те чувства, которые переживаете. О чем бы ни шла речь, о болезненной международной ситуации или болезненной ситуации в нашем доме, это боль – результат того, что называется цеплянием за эго. Результат желания, чтобы все разрешилось именно так, как нам того хочется. Желание быть я-победителем. Эго похоже на вашу комнату. Комнату с такими видами, температурой, ароматами и музыкой, которые вам нравятся. Вы хотите, чтобы все в ней было по-вашему. Вам просто хочется немного покоя, немного счастья. Но вы знаете это чувство. Оставьте меня в покое. Однако, чем больше вы думаете об этом, чем больше пытаетесь сделать жизнь такой, чтобы она всегда вас устраивала, тем больше боитесь других людей, и тем больше вещей остается за пределами вашей комнаты. Вместо того, чтобы расслабиться, вы начинаете опускать занавески и запирать дверь. Каждый раз, когда вы выходите из комнаты, ваши переживания оказываются все более обескураживающими и неудобными. Вы становитесь обидчивее, пугливее и раздражительнее, чем прежде. Чем больше вы пытаетесь сделать все по-своему, тем меньше вы чувствуете себя как дома. Чтобы начать развивать сострадание к себе и другим, вам придется отпереть дверь. Вы еще не распахиваете ее, поскольку должны проработать свой страх того, что у нее может войти кто-то, неприятный вам. Затем, по мере того, как вы начинаете расслабляться и дружить с этими чувствами, вы начинаете раскрывать ее. Разумеется, внутрь проникают музыка и запахи, которые вам не нравятся. Разумеется, кто-то заглядывает внутрь и говорит вам следовать другой религии, голосовать за другого кандидата или давать деньги на то, на что вы не хотите их давать. Теперь вы начинаете иметь дело с этими чувствами. Вы развиваете сострадание, усиливаете связь с уязвимым местом. Вы имеете дело с тем, что начинает происходить, когда вы меньше защищаетесь. Затем постепенно ваше любопытство перевешивает страх, как это было с Иши. Быть бесстрашным не значит преодолеть страх. Это значит познать его природу. Просто открывайте дверь все больше, и в какой-то момент вы почувствуете, что способна пригласить в гости всех живых существ. Полезно понимать, что Нельсон и Мандела и матери Терезы этого мира также знают, каково это – находиться в маленькой комнате с закрытыми окнами и дверями. Им тоже знакомы гнев, зависть и одиночество. Они люди, подружившиеся с собой и поэтому подружившиеся с миром. Они люди, развившие достаточную смелость, чтобы иметь дело с неустойчивыми, уязвимыми, пугающими чувствами в собственном сердце. И поэтому переставшие бояться этих чувств, когда их провоцирует внешний мир. Когда вы начинаете практиковать таким образом, вы настолько честны в своих чувствах, что это начинает создавать ощущение и понимание других людей. Один молодой человек во время группового обсуждения на тренинге выходного дня по лоджинг рассказал такую историю. Он пришел в лос-анджелеский бар, чтобы поиграть в бильярд. Прежде чем начал играть, он повесил свою новенькую кожаную куртку на стул. Когда он закончил играть, куртки уже не было. В баре было четверо других людей, просто сидевших и смотревших на него широкими самодовольными ухмылками. Эти парни были действительно крупными. Он ощутил себя совсем маленьким и беспомощным. Он знал, что они взяли его куртку и что будет глупо призывать их к ответу, ведь он был таким маленьким и не имел поддержки. Он чувствовал себя униженным и беспомощным. Затем, в результате выполнения этой практики, он вдруг понял, что может почувствовать эмпатию ко всем людям в мире, над которыми смеются, которых презирают и на которых плюют из-за их религии, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, национальности или по какой-то другой причине. Он обнаружил, что испытывает эмпатию ко всем людям всех времен, которые попадали в унизительные ситуации. Это было для него глубоким переживанием. Оно не вернуло его куртки и ничего не решило, но открыло его сердце для многих людей, с которыми, как ему казалось прежде, у него нет ничего общего. Именно так в эту практику вовлекается сердце. Именно отсюда возникает ощущение благодарности и признательности за нашу жизнь. Мы становимся частью линии преемственности людей на протяжении всей истории развивавших смелость. А людей, несмотря на огромные трудности, оставшихся открытыми великим сложностям и болезненным ситуациям и трансформировавших их в путь пробуждения. Мы снова и снова будем падать лицом в грязь. Мы снова и снова будем чувствовать себя неадекватными. И мы можем, подобно этим людям, использовать свои переживания, чтобы пробудиться. Учения Лоджинг дают нам средства для восстановления связи силой нашей линии преемственности. Линии нежных воинов. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!